А то, что вы делали и продолжаете делать совместно с Димой Быковым и Андреем Васильевым, это что? И Андреем Орловым. И с Орлушей, конечно, да, с Андреем Орловым. Это что по жанру? Это театр? Нет, мы сами для себя назвали этот жанр. Это не юзикл. От слова ньюз. Как вы расценили историю масштабную с Димой Быковым, когда он то ли попал в кому, во всяком случае страна стояла на ушах, министр здравоохранения впервые в жизни, по-моему, там сама полетела. Я испугался очень. Испугались за Диму? За Диму, конечно. Вы считали, что это... Нет, нет, я испугался за Диму. Я там... То, что потом там отравление, отравление, это меня мало волновало. Вы считаете, что это отравление? Я не знаю. Это потом уже стали говорить. А когда сказать, что ему плохо, мы просто там звонили с девочками на... Это как-то открытая связь, ну, вот, в которых он читает лекции. Но вас не удивила реакция общественности и властей? Потому что там, по-моему, чуть ли не сабмин специально собирался по этому поводу. Ну, это мало. Я не знаю, летал ли Путин его на листик. Я думал, я бы на него месяц летал бы. Потому что люди искусства важнее, чем от всей остальной. Понятно. Здорово. Нет, не беря спортсменов. Потому что спорт это... Ну, конечно. А нет, вот в чём дело там. У нас действительно искусство пропадает в стране, потому что у нас пропадает профессионализм. Вот как ведь искусным человеком может быть кто угодно. Министр может так руководить министерством, там, не знаю, образования, что ему сказать, ну, ты творец прямо. Ты придумал что-то такое. А у нас, к сожалению, по-моему, везде, вот прям как везде тотальный непрофессионализм. Поэтому, когда какой-то профессиональный человек, кому-то стало плохо, я считаю, что всем остальным непрофессионалам надо было бы его спасти срочно. Потому что пока хоть кто-то профессиональный, надо его держать. Вот ты упомянул, похороны открыл как бы сам эту дверь. Похороны, что не поэт? Я понимаю, нет. Или ты имеешься в колонный зал Дон Союз. Да, потому что Гармаш мне сказал, что самый правильный вопрос, который надо задавать, это думает ли человек о смерти. Вот он сказал, что вот ему задали такой вопрос. Это его очень впечатлило. Как бы я ответил Серёжа Гармашу? Вот как бы да, как бы ты ответил? Я не отвечу вам сейчас здесь. Ему, кстати, тоже 150 было, только-только. Ну, не только-только, только. Ну, год. Ну, год. Ну, не вы в начале. Ну, в этом году. В этом году, да. Так, ну и как бы ты ответил ему? Я с неизбежностью отношусь, как можно относиться. Я бы Серёжа Гармашу ответил. Да. Я лично ему отвечу. Ага. Потому что я здесь не буду говорить. Как я ему отвечу. А так, я думаю, что это неизбежная штука, чего думать. Как это будет? Это я уже отдумался. Нет. Это я в раннем возрасте. Это когда тебе лет 15, 16, 17. Там ты о смерти думаешь. Представляешь, вот как ты мёртвый лежишь, и все плачут. Вот это, это те штуки. Сейчас уже всё-таки страшновато об этом думать. Нет, ну, смотря как к этому относиться, какие опыте рассматривать. Вот ты, допустим, веришь, что что-то есть после смерти? Ну, я верующий человек православный. Да. Я не могу сказать, что я углублён. Но, конечно, так мы, и так, по-моему, правильнее, и здесь, конечно. А вот ты считаешь, что очень важно то, что ты... Я думаю, как ты думаешь на свете. Тут ещё как можно сказать. Что ты, если ты веришь, что там всё будет, то там всё будет. А не вечно, и не будет ничего. Кстати, действительно, очень резонно. Когда-нибудь обсуждал ты это с супругой? У меня супруга православная. Она у меня входит даже в воскресенье из Детьми в Церковь. Да. Я редко хожу, я грешный. Нет, ну, не обязательно же исполнять... Мы не обсуждаем такие вещи, мы не обсуждаем, но мы же вместе, поэтому, что нам обсуждать? Угу. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Я признаюсь честно, что Миша Ефремов мне всегда был симпатичен. Я не разделял, я не разделяю, конечно, его установок и его оценок, как политического характера, так и, кстати, взглядов на кино и театр. Ну, я просто помню его давно, с 80-х, когда у него был такой бурный и обсуждаемый в тусовке роман с Натальей Негодой, секс-симул советского кинематографа. Это два таких, в общем, было балбеса, ну, в хорошем смысле, которые не могли не вызывать симпатию. Не было тогда светской хроники, слава Вову, а может быть и слава демонам. Вот поэтому про это народ не знал, но близкий круг обсуждал достаточно подробно и тщательно. Но песня не об этом. Про Мишу. Вот, мне кажется, достаточно привести одну деталь, для того, чтобы было понятно, откуда ноги растут. Ближайшей подругой его мамы, которой он был предан, которую любил, была Лия Ахиджакова. Я считаю, что это многое объясняет. Вот, а так-то Миша хороший. Ну, вот, честное слово, случилась, конечно, с ним беда. Не первая, кстати, его в жизни, но действительно с трагическими последствиями. Но это не меняет моего отношения к нему, как к человеку. Человеку хорошему, но непутевому.